Активные и инициативные люди есть везде. На собственном примере это доказывают кураторы молодежных пространств, специалисты из разных уголков нашего региона, которые стремятся сделать жизнь своих земляков интереснее. В этом им помогает Молодежный центр Архангельской области. Алексей Карельский подробнее. Эти ребята у себя в районах открывают и развивают так называемые молодежные пространства. По сути, филиалы Молодежного центра Архангельской области, которые их и поддерживают, и материально, и концептуально. Вот и накануне собрал кураторов пространств в своих стенах, чтобы выстроить общий вектор работы. Одно из самых ключевых направлений сегодня, это мы говорим, это подготовка молодежных кадров. Большая работа ведется, это и муниципальные форумы, куда мы приезжаем с своей командой, а молодежные пространства нас ждут, и молодежь тоже к нам приводит. Это, конечно же, все виды профилактики социальных явлений в молодежной среде. Это профориентация. Также обсудили вопросы трудоустройства, патриотического воспитания, создания арт-пространств, развития киберспорта. Обратили внимание и на необходимость придать глубину мероприятиям. Например, тренинг личностного роста. Не одно мероприятие, где ты пришел, и тебе за два часа рассказали о том, как стать крутым лидером. Нет, это, допустим, серия мероприятий, серия тренингов, где тебе расскажут, как стать лидером на втором тренинге, как собрать команду, там, возможно, как преодолеть стрессовые ситуации на третьем. И ты по окончании этого месяца можешь для себя понять, да, по-моему, я понял, как стать лидером, и у меня есть конкретные шаги, как к этому прийти. С лидерами молодежной политики пообщался Игорь Арсентьев. Замглава Архангельска прекрасно понимает, как важно иметь творческое, образовательное пространство, которое может дать ребятам компетенции для развития территории. Должны быть точки притяжения, должна быть комфортная среда и должны быть точки роста. Но все мы прекрасно понимаем, что даже несмотря на большую квалификацию, специалистов наличия и так далее, креативные идеи этого, вы реально любящие наши страны. Сегодня в районах Поморья работает 12 молодежных пространств. До конца года откроется еще 5. При этом параллельным курсом идут еще более грандиозные планы. Областной молодежный центр и его северодвинский собрат заявились на первый конкурс Росмолодежи «Регион для молодых», рассчитывая получить финансирование на реализацию своих инфраструктурных проектов. Бюджет конкурса 10 миллиардов. Если все получится и если программа будет продолжена, подключатся и районы. Есть уже даже здания, которые свободные, которые в хорошем состоянии. И для того, чтобы они начали свою деятельность, безусловно, нужна капитальный ремонт и оснащение этих зданий. И вот такая программа федеральная, она позволяет как раз-таки привлечь средства федерального бюджета для развития инфраструктуры молодежной политики на территории всех муниципалитетов. Первые кандидаты уже есть. Желание создать у себя молодежные центры изъявили Няддамский, Устьянский и Пинежский районы. Алексей Корельский, Денис Линчевский, «Регион-29». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова